Забейте на мой уставший голос, это нужно озвучить сегодня. Кто знает, может завтра мы уже увидим Honor 70 или 90. Honor 60 это рестайлинг Honor 50, которые вышли летом. Ключевым изменением стал новый процессор Pro модели, теперь он работает на базе Snap 778G+. Да, теперь Qualcomm разгоняет не только флагманы, а базовый Honor получил обычный Snap 778G, как и прошлогодняя версия. Оба смартфона получили OLED-экраны, они будут всегда загнуты размером 6,78 дюймов, мы подбираемся к 7 дюймам, господа. Селфи-камера, точнее её вырез, такой же огромный, как и в 50 серии. Экран загнут со всех сторон, вроде как с соотношением сторон 20 к 9. Pro модель поддерживает HDR10+, а оба смартфона могут в 120 Гц. Теперь обе модели получили аккум ёмкостью 4800 мАч, смартфоны полностью заряжаются за 45 минут. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт. Кстати, селфи-камеры тут отличаются, у модели 60 это 30 мегапикселей, у Pro модели 50. Всё-таки Honor решили убрать двойную селфи-камеру, где раньше был 3D TUF. Всё-таки вышли на глобальный рынок, нужно соответствовать трендам. Камеры смартов тоже отличают. Теперь с точки зрения дизайна изменились не только цвета корпуса, но и добавили стальное кольцо на нижний круг и рамку вокруг всего блока. Когда кольцо было только сверху, это не так красиво, а теперь та же стильно. Кстати, появился новый болотный зелёный цвет, как у Realme и iPhone 11 Pro Max. Забавно, как некоторые начинают использовать уже забытые фирменные цвета, как что-то новое. Основной датчик всегда 108 мегапикселей без оптической стабилизации. Pro модель получила 50-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельный макро датчик, а базовый Honor 60 – 8-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельный макро. Тут камера совсем не продвинулась никуда. Максимальное качество записи видео по-прежнему 4К при 30 кадрах. К сожалению, тут тоже нет поддержки карт памяти. Здесь нет 3,5-мм джека, а стерео есть только у Pro модели. Представьте, какие жлобы. База Honor 60 – 8-128 стоит 425 долларов, топ-версия 12-256 стоит 520. Honor 60 Pro – база 8-256 стоит 580 долларов, а топовая версия 12-256 стоит 625. Да, Pro-версия – это по деньгам уже самый низ флагманов, таких как Mi 11, например, или прошлогодний 10 Pro, который местами будет даже интересней. И это говорю я, тот, кто всегда не рекомендует брать прошлогодние модели. Забыл сказать, это цены для рынка Китая, у нас будет ещё дороже, что говорить про Европу. Также оба смартфона получили модули NFC, за что спасибо. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, по 3 микрофона и интерфейс Magic UI 5.0 на базе Android 11. По идее, этот Magic UI то же самое, что и Harmony West 2.0. Продолжение следует...